Субтитры создавал DimaTorzok Вітаю! В ефірі телепрограма «Шах і мат» мене звати Тетяна Кондрашевська. Сьогодні ми поговоримо про статтєве виховання дітей і підлітків. В нашій студії керівниця громадської організації «Гендерний клуб Дніпро» та тренерка зі статтєвого виховання дітей і підлітків Ганна Мягких. Вітаю вас! Добрый день! Ганна Мягких – керівниця громадської організації «Гендерний клуб Дніпро», тренерка з сексуального виховання дітей і підлітків. Освіта Харківський університет імені Ярослава Мудрого – кандидатка юридичних наук. Викладає у Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ та міському юридичному ліцеї. Одружина має двох доньок. Улюблена страва, реберця на грилі. Хобі – гра у більярд та верховна їзда. Ганна, ще раз вас вітаю. Ви викладаєте статтєві виховання, сексуальне виховання в рамках курсу «Відповідальні батьківству». Розкажіть, взагалі дуже багато питань щодо цього, з якого віку потрібно спілкуватися з дітьми щодо цієї теми. Нескільки реплік одразу по поводу самого питання. Важно, щоб наші зрители і зрительниці понимали, що річ не йдет о тому, що цей курс преподається в якому-то учебному заведенні. Це курс, який, скажімо так, добровольний, який проходять родители, діти, яких посіщають різні кружки в українському подвір'ї. Тобто це така волонтерська ініціатива. І замічно, що вони обратились к цій темі і подняли цей вопрос. Мене пригласили, я у них читала лекцію. Тобто, к сожалению, щоб все зрозуміли, що в нас в країні ні в яких учебних заведеньях такий курс никому не читається. Є віддельні ініціативи, віддельних людей, які, скажімо так, цим займаються. Я так розумію, що там був запит від батьків, вони самі захотіли, щоб їм виклали цей курс, розповіли вірним чинам. Це по приглашенню родителей був такий розговор. І другий момент, о котором ви упомянули, з якого возраста, до рождения ребёнка. Дело в тому, що полове виспитання не відбувається так, що ви взяли своєго ребёнка, посадили, сказали, що зараз буде тебе лекція, я тебе все розкажу. Нет, це формирується постоянно. Основне, що ви можете дати своєму ребёнку в цьому направліні, це дати представлення о річних границах своїх другого чоловіка. Уміння говорити «нет», уміння говорити о своїх потребностях, заявляти їх корректно і видіти, услышали ли тебе. Це базові речі, які необхідно давати навіть в тому тому, коли слово «пенис» не вистоянию произнести навіть під угрозою расстрілу. Це найголовніше. Як називати своїми м'ям так полові органами? Це об'язково. Все органи тела должны називати так, як вони називаються. С цим у нас огромна проблема, тому що все використовують ефемізми, типо краників, пестиків і т.д. Чем це опасно? Тим, що дитина, навіть якщо не може це сформулировати, але чуствує і розуміє, що якщо ми губи називаємо губами, руки, руками, ногами, і все в порядку, то якщо ці органами ми називаємо якось завуалювано, то що-то з ними не так. Ребенок ще не знає, що саме не так. Так, але у нього вже закладається ощущення того, що що-то це таке подозрительне, раз мама і папа навіть не називають вслух. Але тут я розумію прекрасно всіх родітей, я сама родітельниця, я тоже прекрасно осознаю рівень нашої сексуальної культури. Ви, кстати, подумайте сами об этом, какой уровень сексуальної культури в нашому обществу, если у нас даже нет слов, для того, чтобы можно было об этом говорить. Це значить, що наші предки столетиями об этом не говорили. І це значить, що нам сложно говорити о наших потребностях, як у нас даже нет слов. У нас либо медицинські термини латинського происхождения, либо мат. Тоді скажіть, як треба казати, вірно, хлопчикам та дівчинцям. Пенис, вульва, вагіна, так і говоримо. Добре. Щоб пойти помить? Так, так, так. Ви сказали щодо кордонів, так? Давайте розкриємо більше цю тему, що важливо. Ну, с малышами очень важно поищити все це, є в інтернете правила трусиков, да? То есть, ребенок просто вот сразу, ви ведете себя таким образом, що без согласия ребенка нужно показати, рассказати. Для этого разные приеми используются, що к області трусиков ніхто не має права прикасаться без разрешення. Приучити себе, що даже родители спрашивают разрешення у своїх дітей. Якщо що-то не так, да, у ребенку якісь жалоби. Нужно объяснить мягко, що нужно, щоб я посмотрела или посмотрел, да, папа, мама. Чтобы ми поняли, действительно ли есть какая-то проблема, може быть, ми її зможемо решити вдома. А якщо ні, то треба сходити до доктору. То есть, це не должно быть, як у нас завели кабінет врача, стащили с ребенка трусы і давай щось там рассматривать, ощупувати і так далі. Потому что, вот это не надо, доктор торопиться, там еще целая очередь, извините, это ваш ребенок, ваша обязанность защищать его личное или ее личное пространство. Іначе ми дадим ребенку понять, що можна і так. А если, вот поймите, що сексуальне насилие, нужно помнить всегда, в подавляючем большинстве случаев, это насилие не со стороны маньяков в кустах сидящих, это единичные случаи, это насилие со стороны знакомых мужчин, родственників, друзей, приятелей і так далі. І насилие це відбувається именно тому, що дівочек, мальчиків виспитують таким образом, що не вміють сказати «нет», не чувствують своїх личних границ, тому що приучені з діття, треба, давай, быстро, це ж пап, це ж мам, це ж старший, треба слушатися, ти хороший мальчик, якщо ти слушаєшся. І потім ми растим послушних дітей, которими кто-то командує, вам сейчас удобно, що ви командуєте ребенком? А потім ви будете десятилетиями выгребати, коли ребенок буде несчастливим, тому що він послушний на роботі, тому що він послушний в сім'ї, Але він відчуває того, що йому насправді треба. Все равно буде чувствувати, все равно буде неудовлетворенность, она же буде. Будуть проблеми з формулировкою цих потребностей, но... Ще ви одну важливу тему затрагнули щодо як казати «ні», як навчити дитину казати «ні». Самим говорить «нет» ребенку. Единственный путь. Основной путь воспитания, вы можете что-то рассказывать и должны что-то рассказывать, объяснять. Ми все должны объяснять. Но понимать, что это даст процентов 20, может быть, результатов. Все остальное – это ребенок смотрит, наблюдает и копирует. Слышит, смотрит, как мы действуем с другими людьми. Если мы... Единственный способ ребенка научить говорить «нет», это научиться самому говорить «нет», делать так при ребенке и отказывать своему ребенку. Не всегда. Иногда достаточно, потому что ребенок опять-таки скопирует и будет считать себя обязанным всегда кому-то что-то объяснять. Иногда в этом есть необходимость, иногда достаточно, чтобы ребенок хочет от вас или она «идем в кино». Нет. А почему? Мы не идем. Коротко можно там «не хочу», у меня другие дела, но мы не обязаны доказывать, что мы не пойдем в кино, потому что мы там идем работать. Как сделаете вы, так будут делать они. С другого не дано. Но если дитина уже доросла, например, это уже тинейджер, у которого уже сформулировались какие-то понятия, как ему довести, как с ним работать. Во-первых, никогда не поздно менять свое поведение, даже если вам 40, 50, 60 лет, когда вы меняетесь, все равно меняются все ваши близкие люди. И уже медленнее, проблемнее, чем дальше, тем сложнее, но эти изменения возможны. Кроме того, нужно понять, когда уже выросли дети, уже выросли дети. Это уже личности отдельные, имеющие право на свою точку зрения. Но никуда не деться от того, чтобы показывать своим примером. А если уже старшие дети, доверительные разговоры. Вот ты знаешь, вот ты ко мне приходила или приходила с вопросами, у меня не хватило смелости, у меня не хватило знаний, у меня не хватило чего-то там еще для того, чтобы ответить тебе на эти вопросы. Я не жаль, что так получилось, я чувствую свою ответственность. Вот я там узнал что-то, разобрался, пожалуйста, вот если можешь, давай поговорим. Сразу ребенок будет не до разговоров с вами, значит, вы не имеете права навязывать. Спросите, а когда мы сможем поговорить? А если нет, то нет. Предложите в крайнем случае хорошее видео, обучающие, хорошие какие-то публикации, толковые, если ребенок уже, ну, у всех семьях разные отношения. Если вы не готовы или ребенок не готов с вами разговаривать на эти темы, на любые темы, предлагайте что-то посмотреть. Сейчас есть очень много информации, разные в интернете, что вы сами порадите. Может быть, книги какие-то, может быть... У нас сейчас другая проблема, у нас слишком много информации, которую нужно уметь отсеивать. Для того, чтобы сейчас не загружать всех большим объемом информации, тем более, смотрите, книги есть, есть чуть лучше, чуть хуже, но есть достаточно много действительно хороших книг. И тут очень важно найти книгу под себя, да, потому что это хорошее, это хорошее, это хорошее. Ну, вы смотрите уже тогда, где вам там картинки больше нравятся или там цветобложки больше нравятся. Вот. Я вам порекомендую запомнить себе, зафиксировать две фамилии буквально. Относительно видео. Это видео с ведущей Лине Янсурд. Часть видео переведены на русский язык, к сожалению, на украинский не переведены. Переведены на русский, часть с субтитрами. Я пока ничего лучше на эту тему не видела. Это все нужно посмотреть взрослым и нужно посмотреть детям. И самое главное, обратите внимание не столько на то, что показывают и рассказывают, да, покажут и пенис, и вагину, все покажут. А на то, как она это делает. Вот как себя ведут и как говорят о сексе люди, которые родились и несколько поколений жили в свободном обществе. Насколько это здоровое, спокойное, не пошлое, не чрезмерно эротизированное отношение к этим вопросам. И нам самое до этого нужно прагнуть. Да, вот посмотрите, просто для того, чтобы увидеть, кстати, вот сразу совет. Посмотрите, как она говорит об этих вопросах, вопросах сексуальности, полового развития и так далее. И постарайтесь разговаривать так же. Относительно того, что почитать, есть отличная масса публикаций. Советую следить за ними, например, в Фейсбуке точно есть. Страничка Юлии Ярмоленко. Секс-педагогиня украинская, она живет в Харькове. Если приезжает в разные города Украины с открытыми лекциями, очень рекомендую сходить с ней на открытое общение, на отличная спикерка и задать ей вопросы. И там вот в Фейсбуке у нее куча постов, ответы на вопросы идут. Коротко, понятно, очень по-доброму. И масса рекомендованной литературы на любую тему. Дякую за порады. Скажите, много взрослых интересуются сейчас этой тематикой. Вот до вас самым. Можливо, последним временем больше начало вертаться людей, которые интересуются, которые хотят говорить, хотят разговаривать с детьми. Да, вот результатами исследования, которые провела, вернее, как, смотрите, у нас при Институте Песледипломной Освиты Выкладачев Е-Лаборатория Здоровья Сберегающих Технологий. Несколько лет назад при поддержке немецкого фонда ГИС группа тренеров была немецкими коллегами обучена, скажем так, да, и с тем, чтобы эти люди на волонтерских, так сказать, принципах могли осуществлять обучение подростков. И вот я у них же училась, например. И что интересно, когда мы работаем в поле, мы собираем информацию, опросники, когда разговариваем, потому что прежде чем набирается группа подростков для работы, мы получаем согласие от родителей. Поэтому, естественно, что мы общаемся с родителями. Так вот, я вам должна сказать, что в подавляющем большинстве случаев родители осознают, понимают важность и значимость сексуального воспитания детей. Не выступают против, поэтому родители уже готовы к этому. Не готова наша система, не готовы наши чиновники, не готовы наши церкви. Это отдельная проблемная тема. Вот политики наши не готовы, а родители уже готовы. Ну вот я, например, когда общалась, я сейчас вам скажу, это были родители, где-то 150-160 человек. Вот одну группу, когда мы набирали, да, пообщались. Одна мама только. И то она не возмущалась, не сопротивлялась, она заволновалась и сказала, ой, может, еще рано говорить. Я говорю, а сколько дочери? Она говорит, ну, 15, почти 16, говорю, поздно. Ну, так шутили. То есть родители готовы, понимают. Основное, что мы от них слышим, это то, что понимают, что это нужно, но сами не всегда рискуют, боятся и не знают, как. Вот тут такой момент. И зрозумела, чему вы. Вы есть гендерная экспертка, так? Вот взагалі мы только что начали разговаривать про это. Насколько велика проблема гендерной ревности в Украине? Такое оценочное осуждение. Насколько она важна? У каждого, что болит, как говорится. Поэтому я бы так сказала, что для меня важна. И есть люди, для которых другие проблемы более важны. Поэтому я бы не стала так вот взвешивать, что важнее. Однозначно статистика показывает, исследования показывают, что в Украине продолжает существовать гендерное неравенство. Как и во всем мире. Просто фокус сейчас смещен. Каким образом? У нас нет таких уж серьезных юридических ограничений. Кое-где сохранились дискриминационные моменты. Но в целом их нет. Основной причиной, почему до сих пор сохраняется гендерное неравенство, это наличие системы патриархата, которая реплицируется через стереотипы. То есть уже как бы то, что в головах до сих пор есть и передается от родителей детям, вот оно сдерживает. Например, сегодня мы сделали презентацию и разговаривали о женщинах в полиции. Когда запретов никаких нет, пожалуйста, работайте. Но руководство мужчины, когда принимаются решения, кого назначать на руководящей должности, то если дело производства женщину назначат, в бухгалтерии женщину назначат, а если она больше в сфере следствия, какие-то серьезные уголовные преступления, то возник... Причем, вы знаете, я бы не хотела, чтобы это говорили только так, потому что мужчина сразу думает, что женщина там не справится и так далее. Очень часто это так называемый доброжелательный сексизм. Но тут не надо обманываться, результаты у него все равно плохие. Просто выглядит это не так, что кто-то истерически кричит, ты, женщина, тебе место на кухне, варь борщ. Нет. Больше поважно еще. Больше поважно, але тоже не хорошо, тоже не отношения на равных, а такие зверхнеставлення, такие опекунские. Женщина, мы тебя побережем, мы тебя вот с передовой уберем, куда-то там прикроем, спрячем. Результат какой? Мужчина, начальник, например, может чувствовать вот эту дополнительную нагрузку, что я кроме того, что заниматься работой, должен тут кого-то еще опекать. И естественно, так как он сам себе придумал эту нагрузку, он из-за нее и вот прячется от любых женщин, которыми может быть связан на работе. То есть есть и такие варианты. Но опять-таки плохо и одно, и второе. Несмотря на то, что это доброжелательный, он все равно сексизм. Так, а наскільки зараз идет перехід до партнерских відносин в родине? Идет, несмотря на многие консервативные институты, которые у нас есть, несмотря на серьезную опасность вот этих реваншистских настроений, которые в обществе присутствуют. Достаточно серьезно этот процесс идет, слава Богу. Просто в связи с тем, что у нас пограничная зона, что у нас идет война, подъем национализма. А национализм – это коллективистское сознание достаточно. Это разговоры о традиционной семье и традиционных ценностях. Это большее внимание к церковным вопросам. У нас это все сопровождается, к сожалению, таким вот откатом немножко назад. А в сечение этого года в Верховной Раде, это нещодавно новина, рада, что вы задали этот вопрос, замечательные люди, они занимаются очень важными вопросами, они сами не понимают, чем они занимаются. То есть часть из них лицемеры, те, кто понимают. Часть из них просто необразованные люди. Потому что, первое. Вот, например, отдельные цитаты. Отменить понятие гендер – это, в принципе, маразм. Потому что как можно отменить понятие? Давайте отменим понятие секс. Давайте можем сказать, проголосить, что такое гендер. Что это такое? Если на пальцах это объяснить, то смотрите, то, что мы рождаемся с вульвой, пенисом, некоторые рождаются и с вульвой, и пенисом, вариации есть разные. Это природа, это биология. Поэтому то, что биологично, мы называем словом пол. А то, что, например, в одном обществе девочкам предписывается ходить в юбочки, а в другом обществе мальчику предписывается ходить в юбочки. Мы помним гладиаторов, в мужественности гладиаторов нам сложно сомневаться, вот они ходили в юбочки. Ну, это бред, конечно, это не юбочками называлось, но не важно. А лице пояснее, старотыкность. Вот это гендер, то, что, ну, смотрите, юбочка – это мелочи жизни, а когда предписывается любить детей и их рожать, это уже немножко как бы менее приятно, чем только юб, потому что речь же не только юб. Поэтому то, что общество предписывает делать женщине, потому что она родилась женщиной, или мужчине, потому что он родился мужчиной, это гендер. Это научное понятие, объясняющее социологические, культурологические, политические, экономические аспекты того, что общество делает с полом. Поэтому отменять научное понятие – это то же самое, что было гоняться за Галилеем в свое время, когда он говорил, что все-таки вертится, все-таки не плоская. То есть это, ну, настолько нужно быть необразованными и еще и наглыми, чтобы свою необразованность еще и всем показывать. Удивительно. Когда говорят о ценностях, сразу возникает, естественно, вопрос, а какие ценности? Там просто формулировка такая, что это вечные ценности украинского общества. Ну, сто лет назад пароли в семье, причем пароли не только детей, а муж, например, обязан был бить жену, потому что если жена ведет себя не так, как принято в обществе, то это вина мужа и отца, который не воспитали женщину. Посему бита должна быть. Давайте, какие вечные ценности? А давайте там 800 лет назад, 700 лет назад по украинской правде у нас, извините, рабство было. Холопы, челядины и так далее. Давайте рабство вернем. Ну, а что, тоже? То есть это очень спекулятивные, манипулятивные вещи. Нет никаких этих вечных ценностей. Они на самом деле, если человек хоть немножко получал образование, они очень изменчивы от столетия к столетию. Поэтому люди либо не знают, либо врут. Кроме того, украинские, извините, современное украинское общество, как политическая нация, состоит из украинцев, евреев, русских, этнических, я имею в виду, татары. О каких ценностях мы будем говорить? Моногамия, полигамия. Извините, у Владимира красное солнышко, который христианство, запровадив на той территории, на которой сейчас расположена Украина, вообще-то у него была не одна жена, так вот на всякий случай просто напомню, да? Не одна. Тоже как бы вот это ценности, это вечные ценности, это украинские ценности, чьи это ценности? Поэтому, если люди хотят за добро, как они себя позиционируют, четко скажите, за что вы? Вы за современные прогрессивные представления о партнерстве, в основе которых я однозначно, не буду говорить за всех, для меня однозначно перспективно только дальнейшее развитие общества в том направлении, в котором оно уже началось. Это партнерские отношения, построенные на взаимоуважении, на благодарности. И эти отношения полезны только тогда, когда любая личность свободно развивается, когда люди помогают друг другу, они мешают и рассказывают, что да нет, 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 ты вот так вот делай, а так вот не делай. Вот это самое здоровье, здоровье отношения. Здоровые отношения. У нас уже осталось не много часов, поэтому хочется еще, чтобы вы рассказали про деятельность громадской организации Гендерный клуб Днепро. Кто в них ходит и какими проектами вы занимаетесь? Очень коротко. Занимаемся просвещением, работаем с разными группами совершенно, и СМИ, и полиция, и система образования, родителей, подростки, молодежь, абсолютно разные группы. Членство у нас не фиксированное, то есть постоянно меняется. Это абсолютно разные люди, это мужчины и женщины. Я просто предвосхищаю все вопросы, которые могут возникнуть. Мы не так и питание, я так. Все, независимо от сексуальной ориентации, мы эти вопросы даже не задаем, потому что это в принципе нонсенс, такие вопросы задавать. Из того, что может быть интересно, что мы делаем сейчас, кстати, вас приглашаем, ваших коллег, и если кто-то еще будет слышать, у нас сейчас завершается проект, в котором мы молодежь, и учителей учили снимать видеоролики недискриминационные, выкладывать их, да, и так далее. То есть мы будем презентовать результаты нашей работы с молодежью в плане противодействия буллингу в интернете, информационной безопасности, вот этими темами тоже работаем. Цемплакатема вы тоже знаете. Да, и мы готовы учителям, и учителям это может быть интересно, приходите, мы поделимся готовыми сценариями уроков. Вы пришли, вы уже взяли материал, учителя вам и расскажут, то есть ваши коллеги, не я, которые уже их провели такие уроки, и вы сможете пойти их тоже провести. И по поводу сексуального образования, если у вас есть возможность передать эту информацию, кто-то заинтересовался, я раз в год набираю волонтерскую группу, поработаю, то есть наберу группу человек 16 подростков, для того, чтобы провести курс по сексуальному образованию. Если есть желание, регистрируйтесь, может быть можно, например, к вам обратиться вы передадите мои контактные данные, мы пришлем коротюсенькую регистрационную форму, можно зарегистрироваться и пройти эти курсы. У вас есть сайт? Группа в Фейсбуке, можно мои контакты, в Фейсбуке пишите. Гендерный клуб Днепро, да, и можно писать, мы обязательно ответим, форму пришлем, и можно, чтобы... Это будет группа разновозрастная, разнополовая. Это самый эффективный способ обучения, и у нас там будут практические занятия. Заразумимо, это очень интересно. Родители очень интересно реагируют на вопрос о практических занятиях, что это может быть. То, о чем мы говорили, проговаривание в парах, в группах, различные упражнения, говорит, нет, проговаривать, чего хочу, чего не хочу, задавать вопросы, то есть, поэтому нужна именно разнополовая, разновозрастная группа. Заразумимо. Дякую вам. А еще одно вопрос, очень коротенькая ответственность. Чи есть у вас співпрация с владой? Конечно. С межской владой? Конечно. То есть, какие-то проекты они поддерживают? Да. И они помогают? Дякую. Спасибо вам большое, что вы до нас пришли. А я напоминаю, что в нашей студии была керевниця громадской организации «Гендерный клуб Днепро» и тренерка зі статевого вихования детей и подлитков Ганна Мягких. Спасибо за приглашение. На все доброе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова